Ежегодно миллионный поток отдыхающих, прибывающих в Анапу на железнодорожном транспорте и каждый высокий сезон поток жалоб на отсутствие парковки, автомобильные пробки и высокие цены на такси. Побывав на месте, исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков принял решение – схема движения и сама территория вокруг вокзала должны измениться. И дал всем службам 10 дней на подготовку предложений. В кабинете исполняющего обязанности главы Анапы – рабочая группа. Зампредседатель Совета депутатов Александр Смирнов озвучил предварительную схему нового автобусного маршрута. Хорошее предложение, что мы рассматриваем не кольцевой завоз на вокзал, а допустим он идет с города, с Анапы заходит на вокзал, движется на Витязево. Это неправильное решение. Конкретно должно быть отработано два маршрута. Маршрут – город – вокзал, вокзал – город. Витязево – вокзал, вокзал – Витязево. Отделу по транспорту и связям предстоит детально разобрать оба маршрута. График, схему, интервал движения автобусов, а также назвать дату, с которой начнутся перевозки по новым правилам. Информационное и электронное табло для стоимости проезда на такси и в общественном транспорте – еще одно обязательное нововведение. Но прежде нужно по-новому обустроить прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию, а для этого разработать проектно-сметную документацию, на основании которой предусмотреть бюджетное финансирование. Присутствующий на встрече арендатор земли пытается не остаться в стороне, но позиция у него шаткая. Вот сейчас в аренде у вас маленький кусочек земли, да? Да, был второй. А задействовано два шлагбауна в пять раз больше территории, муниципальной, да? У любого нормального человека возникает вопрос, а кто платить будет за вот это все? Отныне муниципалитет сам предложит правила работы для частников, а не наоборот. Марина, вам задача. Нужно срочно адресовать схему, нам нужно ее показать на основании тех документов, у них же есть, наверное, заверенные какие-то документы, да? Показать. Мы ее посмотрим, схему внесем, какие-то, может, изменения, и уже выполним ее в чистовом виде. Потом мы возвращаемся к разговору, кто там работал, что он там делал, хочет он там дальше работать. С профессиональной точки зрения ситуацию оценили сотрудники ГИБДД и транспортной полиции. Прозвучал ряд конкретных предложений по строительству дополнительных специализированных полос движения, автобусных павильонов и, главное, созданию автоматического паркинга. Человеческий фактор должен быть исключен.